всем привет с вами незамов илья сегодня покажу как заполнять справочник сопоставления для категория запчасти аксессуары переходим в подсистему авито открываем справочник сопоставления нажимаем клавишу добавить открывается окно элемента справочника сопоставления где можно выбрать номенклатуру переключим на иерархию выберем категорию запчасти выберем двигатель kia и установим категорию запчасти аксессуары здесь необходимо заполнить дополнительные параметры мы этого делать не будем я покажу как заполнять через кнопку подбор нажимаем подбор выбираем автозапчасти можете выбрать отдельно каждую позицию номенклатуры и перенести ее соответствие можете перенести в соответствие сразу целую папочку или перенести сразу все все справочник номенклатуры закрывается справочник соответствия теперь соответствует принципу в принципе справочнику номенклатуры категорию у нас установилась автомобили так как эта категория у нас задана в настройках авито по умолчанию здесь вы можете изменить и автоматически будет подставляться справочники соответствия для того чтобы изменить категорию мы можем установить категорию сразу ставь на папочку автозапчасти установить запчасти аксессуары Теперь всем позициям входящих в папку «Запчасти» установилась категория «Запчасти аксессуары». Также можно установить категорию через контекстное меню каждой отдельной позиции. Также через контекстное меню можете установить полностью категорию, а также всей папочки. Если нажать «Очистить историю», контекстное меню пропадает. Необходимо установить Type ID. Для каждой позиции. Для двигателя выберем категорию «Двигатель в сборе». Type ID у нас в поле не видно на форме списка. Для этого переходим в «Дополнительно» и выбираем «Настройки формы». Включаем отображение поля Type ID. Все, теперь его видно в списке, что оно заполнено. Это обязательное поле для категории «Запчасти аксессуары». Также появляется в контекстном меню «История». Устанавливаем Type ID для остальных позиций. Это капот. И выбираем Type ID для шин. Шины, диски и колеса, шины. Можно установить Type ID для всех. Для всей папки выдаются предупреждения. Все, Type ID установился для всех позиций, входящих в эту папку. Вернем Type ID опять для наших позиций. Как и было, поле «Тайтл» у нас не заполнено. Вы можете его заполнить самостоятельно. Можно заполнить, встав на папочку и нажать клавишу «Перезаполнить». Перезаполнить в группе «Тайтл» из номенклатуры. Выполнить заполнение. Все, поле «Тайтл» у нас автоматически сформировалось у всех позиций в этой группе автозапчасти. Теперь открываем автозапчасти. Можем посмотреть ценообразование. Магазин номер один на Авито будет выгружено по розничной цене. Установим скидочку 10% для покупателей на Авито. Во вкладочке «Общие» можете задать дополнительный параметр для выгрузки объявлений. Я этого делать не буду. Можете в поле «Description» написать небольшое текстовое описание. Напишем двигатель для модели какой-то определенный. Если у вас есть описание в номенклатуре, можете нажать кнопочку «Заполнить описание из номенклатуры» и оно перенесется сюда. Также я подготовил фотографию. До этого переходим в присоединенные файлы. Выбираем двигатель «Кеа». Открыть. Все, владелец файла установлен. Записать и закрыть. Сюда можно добавить несколько фотографий. Но при выгрузке можно использовать как фотографии, добавленные в вашей базе, так и фотографии, добавленные в справочнике соответствия. Открываем капот. Также установлю скидочку 5%. Поле «Description» заполнять не буду. Здесь в «Title» можно указать, для какого автомобиля этот капот. Сделал более полное описание. Также добавлю фотографию. Единственное ограничение поля «Title» — это 50 символов. Открывая позицию шины, для Type ID шины у нас появляются дополнительные вкладочки, в которые нам необходимо указать обязательные поля для выгрузки этой категории. Тут я немножко ошибся. Диаметр 71 — это, конечно, на трактор, конечно. Так. Также запишем. Перейдем в присоединенные файлы. Добавим фотографию шин. У нас тут шипованные. Давайте тоже туда в описании пока установим зимние шипованные. Все. Цена образования посмотрим. Скидочку делать не будем. Цена, в принципе, адекватная. Записать и закрыть. На этом все. Подписывайтесь на канал. Ссылку на модуль можете найти в описании. Подписывайтесь на обновления в канале Telegram. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok